Всем привет, меня зовут Роман, а это видео правило настольной игры Skytopia во власти времени от издательства Cosmodrome Games. Принять участие в партии смогут от двух до четырех человек, которым потребуется около 40-60 минут для того, чтобы посетить небесную страну Skytopia, в которой каждые сто лет города соревнуются между собой за звание столицы этой страны, используя для этого различные силы природы и огромных големов, чтобы возводить башни и развивать свой город лучше других. Для подготовки к партии вам потребуется хронометр, и символ кубика со значением 1 на нем должен быть совмещен с символом строительства при помощи вращения специальной шестеренки. Уберите из игры карты башен с обозначением на рубашке, не соответствующим количеству игроков. Например, при трех участниках нужно брать карты с цифрой 4+. Отсортируйте карты в четыре колоды по своим цветам, перемешайте по отдельности и разместите на столе. После чего вскройте и выложите под каждой колодой столько карт, сколько человек участвует в партии. Например, при трех игроках это будет по три карты. Таким образом вы создали рынок карт на текущую игру. Если вы играете вчетвером и хотите добавить элемент соревновательности, то можете выложить на одну карту меньше. Три вместо четырех. Где-нибудь рядом поместите поле для подсчета очков, любой понравившейся вам стороной. Разделите жетоны глав гильдий на три стопки в соответствии с рисунком на рубашке. И возьмите по одному случайному жетону из каждой стопки. Взятые жетоны размещаются лицевой стороной вверх под полем для подсчета очков. Определите удобным для себя способом первого игрока и передайте ему соответствующую фишку. Случайным образом выдайте каждому игроку планшет, 5 кубиков големов в соответствии с цветом планшета и по одному жетону способности, который также выдается случайным образом. В самых первых партиях рекомендуется использовать сторону А этих жетонов. В дальнейшем вы можете выбирать способности самостоятельно, начиная с последнего игрока и далее против часовой стрелки. Какую сторону жетонов использовать при этом вы решаете сами. Она может быть как одинаковой у всех игроков, так и различаться. Положите фишки городов всех игроков в нулевую ячейку шкалы подсчета очков. Данные фишки являются двухсторонними и сторона со значением 50 используется, если вы сделали полный круг при подсчете очков. Разместите в удобном для себя месте банк, состоящий из монет различного достоинства и выдайте каждому игроку по 5 монет. В дальнейшем любая плата, производимая игроками, будет помещаться в этот банк. И в конце подготовки каждый игрок размещает по одному своему кубику на верхнюю карту рынка башен, без ее активации, совпадающую по цвету с его жетоном способности. И значение всех выставленных кубиков должно быть равно 5. Также правилами предусмотрен альтернативный вариант выставления кубиков для опытных игроков. Начиная с последнего игрока и далее против часовой стрелки, кубик можно выставить на любую незанятую карту рынка. Но значение кубика по-прежнему должно быть равно 5. На этом подготовка к партии закончена и время перейти к правилам игры. Игра будет продолжаться какое-то количество раундов, пока не закончится одна из колод карт башен. В этом случае доигрывается текущий раунд, играется еще один и проводится финальный подсчет очков. В течение раунда, начиная с первого игрока и далее по часовой стрелке, игроки будут совершать один ход, после чего раунд завершается. Ход игрока состоит из трех фаз. Первая и третья отыгрываются не всегда, а вот вторая является обязательной. Фаза номер один — это завершение заданий и активация башен. Завершение заданий заключается в получении карт башен с общего рынка. Посмотрите, какое значение кубика находится рядом с символом строительства на хронометре. Каждая карта, на которой размещен ваш кубик с таким значением, построена. И вы должны забрать ее себе вместе со своим кубиком. Если на карте находились кубики других игроков, то они возвращают их в свой запас, получая компенсацию из общего банка в размере трех монет. Ваш кубик просто возвращается к вам без денежной компенсации. Все построенные вами карты в этой фазе размещаются над вашим планшетом в областях башен соответствующих цветов и выкладываются снизу вверх. После чего происходит активация тех башен, в которые были помещены карты в текущий ход. Для удобства можете выкладывать карты с небольшим смещением в качестве напоминания о месте размещения. Активация башни состоит в последовательном применении свойств карт снизу вверх, начиная со свойства основания башни на планшете. По своему желанию вы можете пропускать любые свойства, которые не хотите применять, как на картах, так и в основании башни. Если вы разместили карты в нескольких башнях, то в каком порядке активировать, можете решать сами. Но каждая башня активируется только один раз в ход, даже если вы разместили в нее несколько карт. Фаза номер 2 – обязательная отправка голема на задание. И она заключается в размещении одного своего кубика на любой карте, находящейся на рынке, даже если на ней находится уже чей-то кубик. Если в вашем запасе големов не осталось, то вы должны снять свой кубик с одной из карт и разместить заново на любую карту рынка, включая и ту, где он находился. На всяких случаях хочу уточнить, что компенсацию в три монеты за такое снятие вы не получаете. При размещении голема вы выбираете значение его верхней грани. И на данный выбор действуют два ограничения. Первое. Значение кубика не может быть равно значению, находящемуся рядом с символом строительства на хронометре. В данном случае – пяти. Второе. Если на карте находится кубик или кубики, вы должны выставить значение, отличное от того, что присутствует на карте. Например, вот на эту карту вы не сможете разместить кубик со значением 1. Поэтому я выставлю шестерку, чтобы забрать карту раньше другого игрока. Также некоторые игровые эффекты позволяют менять значение уже выставленных кубиков. И в этом случае на данные эффекты действуют эти же два ограничения. После размещения кубика вы должны оплатить стоимость его отправки на задание, узнать которую можно, взглянув на хронометр. Рядом с тем значением кубика, которое вы выставили на верхней грани, и будет указана текущая цена. Например, я за свою шестерку должен заплатить 10 монет. Оплатив стоимость отправки, вы можете по желанию немедленно активировать свойства карты, на которую разместили кубик. И в случае такой активации ее эффект не применяется к тем кубикам, которые на ней размещены. Фаза номер 3. Пополнение рынка. Если в течение вашего хода рынок карт башен лишился каких-то карт, то откройте и выложите соответствующие карты из нужных колод. После того, как все игроки совершили свой ход, наступает конец раунда. Диск на хронометре поворачивается на одно деление, изменяя стоимость отправки кубиков во вторую фазу и значение, при котором завершается строительство карт в первой фазе. Фишка первого игрока передается участнику, сидящему справа от нынешнего владельца, то есть против часовой стрелки. И начинается новый раунд, если, конечно, не наступило окончание игры. Триггером завершения игры является хотя бы одна закончившаяся колода карт башен. Доигрывается текущий раунд, проводится еще один и наступает время подсчитать очки. К очкам, уже полученным в ходе игры, добавляется по 5 очков за каждую карту лаборатории в вашей башне. По одному очку приносят каждые 5 монет в вашем запасе и каждый оставшийся кубик на рынке башен. И под конец начислите себе очки, которые приносят жетоны глав гильдий, о которых я сейчас расскажу подробнее. Все эти жетоны обладают свойствами, дающие победные очки в конце игры. Это может быть указание по гербам на картах башен или по цвету самих карт. Но есть важный момент, что основание башен на планшетах игроков необходимо учитывать при таком подсчете. Они также имеют свой герб и цвет. Вот некоторые свойства из этих гильдий. Гильдия авиаторов. Всего в игре 4 вида гербов. И за каждый вид в вашей синей башне вы получаете 3 победных очка в конце игры. То есть максимум 12 очков за эту гильдию. И не забудьте учесть герб, находящийся в основании башни. Гильдия строителей. Башня с наибольшим количеством карт приносит по одному победному очку за каждую карту в ней. Основание башни также учитывается за одну карту. Гильдия жрецов. На лицевой стороне карты в центре размещен герб, а в нижней части свойства этой карты. Все игроки, кроме вас, получают по одной монете. Вы получаете 2 победных очка. Активируйте свойства одной в верхней карте вашей синей, желтой или красной башни. По желанию можно использовать свойства основания, если в башне этого цвета нет построенных карт. Получите одну монету за каждый кубик в вашем личном запасе. Жетоны способностей, которые вы получаете в начале игры, и их свойства работают только на игрока, который им владеет. И вот некоторые из них. Один раз во время своего ухода в конце первой фазы вы получаете 3 монеты, если в вашем личном запасе 0 денег. Один раз во время своего ухода в конце второй фазы, если вы выставили кубик со значением, стоимость которого составляет 6 монет, получите 1 победное очко. Один раз во время своего ухода в конце первой фазы получите 1 победное очко, если добавили 2 или больше карты в свой город. Спасибо за просмотр этого видео. Надеюсь, оно окажется полезным для успешного покорения высот Скайтопии. А с вами был Роман и всем пока, до новых встреч.